друзья всем доброе утро сегодня рано приехал договорился с установщиком сейчас вот он едет из усть-лабинска установщик это от компании которые двери покупали но там пробка еще перед ахипской дорогу ремонтирует так что сейчас это через часик подъедет и начнем сегодня установку дверей а я пока не знаю чем-нибудь позанимаюсь просто двери где мне сейчас надо работать плитку доделать там двери будут ставить вот поэтому ну там наверно запенивать будет закрывать ходить буду мешаться короче ходить поэтому чем-нибудь другим позанимаюсь может быть разберу склад немножко приберусь а то там уже такой срачельник непонятно что где лежит уголок потерял не могу найти не знаю думаю унес плиточник его написал ему сказал что не брал да то короче делся уголок мне плитку надо резать я по нему отмеряю там он 45 как раз а плитка 40 идеально вот может приберусь может что-то еще поделаю сейчас вот сижу водичка с утра как-то холодная в пруду рыбки плавают видно маленькие вот эти мальки скоро уже не буду доставать до воды ногами пруд потихоньку садится вода уходит надо из скважины подливать на скважину пока не запущена по пруду кстати мне пришла такая идея вот я прошлый раз купался когда я тут ступал на дно мне дно где-то примерно чуть выше колена вот эта полочка которая идет примерно два с половиной три метра я по ней ходил она глиняная она как бы не проваливается она такая слизкая скользкая не знаю как что короче глина ну знаете когда глина сырая она такая скользкая вот и когда по ней ходишь все баламутится начинается грязь подниматься глина вот и я подумал в детстве в деревне у бабушки единственное место где когда я ну где когда либо я такое видел у нас была купальня на труду там был огромный пруд у нас деревня вот на труду была купальня вот я думаю здесь чуть-чуть нарастить до конца полки вот этот мостик сделать его широким метров пять такую мост такой здоровый 5 метровый и сделать такую купальню 3 на 3 купальня она из дерева делается то есть такой ящик получается ну как бы дырочками вот боков дырочки снизу дно деревянное вот и опустить ее сантиметров надясь и что торчало по краям бортики по которым можно ходить вот у нас такая купальня была вот и деревянный деревянное дно и опустить ее где-нибудь в воду сантиметров на 70 чтоб нормально было с мелким купаться вот сверху оставить сантиметров 10 никогда будет уровень падать воды она тоже будет вместе с водой как бы туда сюда ходить не будет торчать вот как мостик потому что я уже до воды скоро не буду доставать вода потихоньку летом уходит сделать такую вот купальню 3 на 3 может быть даже в этом году сделать ее чтоб уже можно было покупаться не знаю вот только из чего сделать из лиственницы может еще покрыть ее чем-то каким-то материалом ну пропитка какой-то чтоб она не сильно гнила а на зиму ее можно будет на этот мостик вытаскивать если получится она тяжелая будет капец может там просить кого-то вытаскивать либо сделать какую-то лебедку чтоб ее поднимать вытаскивать на зиму оставлять на мостике вот такая вот идея есть а Продолжение следует... 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 Вот. А я за весь день успел только вот здесь вот плитку кинуть. Положил плитку. Что-то у меня тут какой-то муравейник. Муравьи куда-то ползут. Прям дорога муравьиная. Вот сделал здесь плитку. Еще в процессе подстукивал вот эту плитку и сломал ее. Пришлось заменять. Вон там сломанная лежит. Уже все положил. Постукал по этой плитке и расколол ее на две части. Вот. Был опыт замены плитки. Еще у меня теперь свежеположенной. Я хочу здесь сейчас доложить еще ряд. Получится ряд сюда и сюда. И пока оставлю. Вот там надо потому что заливать. А я туда клей пихаю, который остается. Там всякие остатки. Он уже там пол ведра в процессе накидал. Потом залью ровненько. Также равнителем. И все. И положу плитку уже в самом-самом конце. Когда уже всю плитку сделаю. Если останется. То еще ее скорее всего надо будет докупать. Потому что я ее тут уже немножко накосячил. Пока подрезал. Вот сломал. Ну короче. Не знаю. Хватит. Нет. Погода сегодня с утра была жарко. Вон утки плавают. Берега мне разрывают. Вот с утра было жарко. Прям купаться хотелось. Уже идти. А потом как ливанул дождь. Вот сейчас немножко прекратился уже. Ну хоть чуть-чуть полило. Конечно не промочило землю. Но мне кажется поливать можно огород не поливать. Свой мини-огород. Также я начал тут планировать на веранде плитку. У нас тут же два получается уклона. Уклон туда. И уклон получается туда. И я вот хотел ее тут разрезать. Ну. То есть. Вот целую плитку по диагонали. Аккуратненько разрезать. Слифовать. И делать. Но. У меня не сошлась диагональ с колонной. Короче. Это от перфекциониста. Когда. Вот сейчас положу. Вот она диагональ. По плитке. От угла. Вот по углам. Диагональ. И в конце она короче. Вот настолько не попадает в колонну. По диагонали. Сейчас думаю как тут ее. Положить. Нормально. И получается в конце. Вот с этой стороны. Небольшой будет подрезок. Подрезок здесь. Если делать целую плитку от стены. И подрезок еще вот здесь вдоль дверей. Тоже надо будет. Огрызок ставить. Вот. А по тем краям. Если смотреть по углам. Вот по тем. Там она прям. Почти целиком вставляется. Встает. Поэтому. Тут короче надо еще подумать. Как сделать. Также. Когда плитку покупал. Докупал. Точнее ездил. Смотрел еще уголки железные. Есть металлические уголки. Есть алюминиевые. А есть из нержавейки. Такой хороший. Классный уголок. На угол. Ну то есть. Если тут будет подсыпан щебень. Вот этот. То вот этот край щебнем. Просто весь обколет. Тут надо в любом случае делать какой-то уголок. Чтобы ходить. Потому что будет практически наравне. Засыпан щебень. Может быть я тут сделаю бетонные плитки. Вот в местах где ходить. Это два места. Вот это место. Подъезд. И там будет дорожка еще. Вот. Может быть сделаю бетонные. Но все равно. Если сюда какой-то камушек попадет. И наступишь. Это просто легко отколется. Поэтому думаю купить профиль. А профиль такой стоит. 1,7 метра. Нет. 2,7 метра стоит. 1700 рублей. Одна палка. А мне тут их надо. Короче тысяч на 20. Наверное еще. Докупать этот профиль. А как бы делать его только на местах где дорожки. Тоже такое себе. Некрасиво. Надо уж везде делать. Потому что. Ну наступишь тут. Отколешь. В любом случае край. Вот. Буду думать по поводу плитки. Ладно. Повез я. Увезу стабилизатор. И все вот дам. Да и в принципе все. Сегодня больше ничего не буду делать. Время уже вечер. На улице сыро. Собираюсь. И тоже поехал. Все. Двери у нас есть. Всем спасибо за просмотр. Такое вот. Видео целого дня. Из одного угла. Я просто из одного угла сегодня весь день снимал. Таймлапс. И получилось. Такой вот ролик. Все. Всем пока. Не забывайте поддержать это видео лайком. Скоро увидимся. Будем докрашивать. И все прибирать. Пошел везде свет выключать. И долбанул. Ручку уже об стену. То есть хотел двери открыть. Чтобы они. Ну чтобы там не заперто было. Пока что так. Сейчас надо найти какой-то вариант. Минималистичный упор. Чтобы ручка не билась в стену. Значит тут будет дыра. Либо какую-то в стену вставлять. Ножку. Как у нас дома сделано. Опять эти ножки вот на стене. На ровной. Короче надо подумать. В пол как бы тоже не вариант. Либо уже тут дыру в стене оставлять.